В мире есть довольно много летающих аппаратов, чей внешний вид просто поражает. Большинство из них, правда, это экспериментальные модели, которые так и не были запущены в серийное производство. Итак, это самые нестандартные летающие конструкции, созданные в разное время авиаразработчиками разных стран. Поехали! ВВА-14 И начнем сегодняшнее видео с модели, которая была изображена на превью к этому видео. Вертикально взлетающая амфибия или сокращенно ВВА-14 — это экспериментальный советский аппарат, гидросамолет, бомбардировщик и торпедоносец конструкции Роберта Бартини — советского авиаконструктора итальянского происхождения. Это воздушное судно создавалось как аппарат, имеющий возможность взлетать и садиться на воду, и как обычный самолет, и как самолет вертикального взлета и посадки. Первый полет прошел 4 сентября 1972 года. Капроний К-60 «Новиплана» Этот самолет был девятикрылой летающей лодкой, которая должна была стать прототипом для трансатлантического авиалайнера, способного нести 100 пассажиров. Он имел 8 двигателей и 3 набора тройных крыльев, два понтона, укрепленных с каждой стороны, должны были дать судноустойчивость. Был построен всего один экземпляр этого самолета, и он совершил только один короткий полет над озером Магьори в Италии 4 марта 1921 года. Самолет набрал высоту всего 18 метров, а затем упал, разломившись при ударе. ВОТ В-173 Одним из первых самолетов, способных к вертикальному взлету, был ВОТ В-173. Это легендарный самолет, который по своим внешним данным прозвали «блинчиком». Если кто-то думает, что он неповоротлив, спешим вас разочаровать. Этого малыша оценили не просто по достоинству. Летчики отмечали, что он обладал отличными летными качествами. Помимо летных качеств, самолет был очень крепким. Максимальная скорость самолета составляла 220 км в час. Размах крыльев – 7,1 метра. Стипа Карпони Этот экземпляр является экспериментальным итальянским самолетом, разработанным в 1932 году Луиджи Стипа и построенной фирмой Капрони. В качестве основного материала для конструкции использовалась древесина. Стипа Капрони имел длину 19 и ширину чуть меньше 6 метров. Фюзеляж имел бочкообразную форму. Основной принцип идеи Стипа заключался в установке воздушного винта и двигателя внутри фюзеляжа. Таким образом, винт использовался в качестве вентилятора, находящегося в кольцевом обтекателе. Макдоналл XF-85 Гоблин Идея с летающим авианосцем наверняка знакома всем, кто хоть раз играл в Старкрафт. Но в 1948 году не было Старкрафта, но зато был страх повторения войны. Прототипом истребителя, способного стартовать с другого самолета, стал Макдоналл XF-85 Гоблин. Это маленький американский реактивный самолет, создававшийся как истребитель сопровождения, который мог бы базироваться на тяжелом бомбардировщике. Прототип серийно не производился. КМ За рубежом этот аппарат также известен как «Каспийский монстр» — экспериментальный экраноплан, разработанный в конструкторском бюро Алексеева. Экраноплан имел размах крыла чуть больше 37 метров, а его длина составляла 92 метра и максимальную взлетную массу — 544 тонны. До появления самолета Ан-225 «Мрия» это был самый тяжелый летательный аппарат в мире. Испытания «Каспийского монстра» проходили на Каспии в течение 15 лет до 1980 года. Но в 1980 году из-за ошибки пилотирования КМ потерпел аварию, после чего операции по восстановлению или постройке нового экземпляра не проводилось. Авроканада VZ-9 Аврокар Иногда, смотря старые фильмы про инопланетяны, видя круглые летающие тарелки, жужжащие и визжащие непонятным образом, вспоминается довольно необычный летательный аппарат под названием Аврокар. Два прототипа этого необычного самолета были изготовлены в Канаде в 1952 году. За те семь лет, которые они разрабатывались, инженерам так и не удалось поднять самолет выше полутора метров над землей. Проект оказался провальным, его закрыли. А может и не закрыли, а просто сказали так, чтобы мы так думали. Кто его знает? А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская, твое настроение.